Всем привет! Меня зовут Ярослав и вы смотрите портал Geekstarter.net. У меня в руках два Windows фона. Это Lumia 935 и Lumia 535. Сегодня мы поговорим о Windows в 2015 году и постараемся разобраться, есть ли вообще смысл... Есть ли вообще смысл в этих телефонах? Но группы тех уже пытаются, если что. Оба они работают на вполне себе обыденных процессорах. Здесь нет ничего сверхъестественного. Для тех, кто считает, что Windows фон работает на какой-то внеземной платформе железной, то это не так. Здесь стоит Snapdragon 800, здесь 400. Это вполне себе обыденные чипы. Тем не менее, большая ли разница между дешевым Windows фоном и дорогим Windows фоном? Потому что на секундочку сейчас 930 стоит порядка 10 тысяч на белом рынке и около 8-9 на черном. Это достаточно много для телефона на текущий момент. Это он! Какой красивый! Ну-ка, шляпу сними! Это же целый долг! Но все еще дешевле, чем Android смартфоны либо iPhone. Так что же получает пользователь или что он не получит за эти деньги? Ну, начнем с того, что мифа по поводу того, что приложений на этих платформах в принципе нет. Это по большому счету уже чушь. Программы есть, их стало много, их стало гораздо больше, чем было два года назад. Причем есть практически все основные социальные сети. К сожалению, я не смог найти для себя Google+, которым пользуюсь достаточно активно. Тем не менее, все остальное, такие вещи как ВКонтакте, Facebook, Twitter, они присутствуют. И если у Facebook и ВКонтакте проблем с клиентами вообще нет, то вот с Twitter есть отдельная печальная история. Компания Twitter как бы выпустила клиент для Windows Phone. Это было еще во времена семерки, во времена Lumia 610, 800 Lumia. Но с того момента никакого апдейта самого клиента вообще не произошло. Я ровно год назад пробовал то же самое на HTC 8X, и тогда Twitter клиент выглядел так же, как сейчас в 2015. Создается впечатление, что компания Twitter просто таки забила на эту платформу. То есть клиент есть, ну и слава богу. Но есть также альтернативные клиенты. Судя по скриншотам, они довольно неплохие, но я так и не стал их покупать, так как телефоны не мои, я не видел в этом особого смысла. Скажу лишь, что 24 гривны за Twitter клиент это немного. За счет того, что на Android я все время купил их безумное количество. Но если сравнивать стандартный клиент Twitter на всех трех основных платформах, то Windows он действительно самый слабый. Во всем основном, касательно социальных вещей, все вполне окей. Пуши приходят вовремя и быстро. Проблем с клиентами Facebook или ВКонтакте нам замечено не было. Они выглядят своеобразно, по-виндосовски, но они работают и работают адекватно. Причем в случае с ВКонтакте поддерживаются все последние нововведения, связи с тикерами и тому подобных вещей. Касаемо же остальной части приложений, тут все более не менее тоже понятно. Начнем с того, что существуют альтернативные видеоплееры. Если ранее это была достаточно сильная утопия, сейчас это уже не проблема. Есть и Mix Player, есть и VLC, есть еще своеобразные плееры именно для этой платформы. И все они вполне себе неплохо справляются с МКВ. Касаемо же стандартного видеоплеера, который есть непосредственно в платформе, скажу честно, он слабоват. Он воспроизводит достаточно ограниченный список форматов, но его вполне будет достаточно на первое время. Что же касаемо пиратской сцены, здесь тоже все неплохо. Я нашел приложение для XUI, я нашел приложение для FSUI и оба этих программы выполнены на хорошем уровне. Причем, скажу честно, даже FSUI реализация, не знаю, кто ее создавал, но выглядит гораздо лучше, чем то, что я видел на андроиде. Есть и поддержка обложек, и вполне приятный дизайн, и все вполне себе так понятненько. Особенно управдовало то, что прямо с приложения можно выкачивать любую фильм или сериал прямо на память смартфона. Причем есть возможность выбрать, куда его скачивать, если у вас, например, есть карта памяти в вашем телефоне. Это круто. Что же касаемо социальных мессенджеров, ведь заряды Telegram, WhatsApp, Viber, все они присутствуют, все их клиенты вполне адекватны. Ими можно пользоваться. Я не смог найти на этой платформе вменяемые замены Hangouts. Ну и, в принципе, понятно почему. Google довольно жестко в этом плане с Microsoft не сотрудничает. И хотя бы чего стоит история с YouTube, потому что по сей день официального клиента для YouTube, для Windows Phone нет. Он был, но в какой-то момент Google его забанил по причине того, что Microsoft не выполнила все условия, касаемо этого приложения. Оно использовало какие-то нелицензионные IP, и на этом история закончилась. Сейчас есть несколько неофициальных клиентов для YouTube, которые вполне себе хороши, но, опять же, неприятно, что это неофициальные подделки. Было бы, конечно, круто, чтобы Google тоже вступил на эту платформу. И, в основном, краеугольная причина провала на текущий момент и непопулярности Windows Phone, это повсеместное отсутствие Google сервисов. Кто бы что ни говорил, но даже Apple пользователи постоянно используют Google сервисы, и здесь с ними действительно проблема. С другой стороны, поддержка почты корпоративных стандартов здесь на высочайшем уровне. Полный пакет офиса, который реально работает, и это круто, потому что, если ты берешь, например, Android смартфон или iOS смартфон, или планшет, то перед всеми ими, этими людьми становятся рано или поздно момент таков, что использовать для офиса. У Apple есть отличный Pages, Numbers и Keynote, но он все еще местами не совместим с родным Microsoft Word. Хотя, скажу честно, организация очень хорошая. Что же касаемо этой платформы, здесь полная поддержка всех форматов Microsoft. Это круто, потому что в корпорат-сегменте, где вы много работаете с документами, это реально важно. С другой стороны, если говорить про остальные части устройств, такие как звук-звук, как плееры, необходимость в сторонних плеерах, в принципе, отпадает, поскольку, ну, например, 930-я и 535-я в полместе бы неплохо раскачала мои битцы. Это очень странно, это чуток ошламляет, потому что не каждый Android-смартфон даже среднего ценового сегмента смог этого добиться. Но здесь со звуком все действительно неплохо. Но, опять же, касаемо конкретно этих двух моделей, есть некоторая проблема, связанная со звуком с точки зрения расположения динамика. Если на большинстве Android-смартфонов они находятся сзади, но при этом как-то он не заглушает картинку. Здесь проблема в том, что динамик очень узенький, он маленький, и малейшее прижатие пальцем или курткой, или еще чем-то, это приведет к тому, что вы просто тупо не услышите входящий вызов. Тут может помочь только виброзвонок. И, в принципе, что-что, а вот вибро у Windows Phone очень хорошее. Не знаю, у обеих Nokia, которые я тестировал, хотя это уже Microsoft, но все еще Nokia, ну, это сложно объяснить. Я почти уверен, что они на них в тех же заводах делались. Вибромотор работает очень хорошо. Как сказал мой товарищ на работе, вибрирует так, что может руку оторвать. То есть, там все с этим нормально. Касаемо камер тоже все неплохо, во всяком случае у флагманов. Если говорить конкретно про 930, то снимает она очень хорошо. Я даже могу смело заявить, где-то даже лучше, чем iPhone. Вы сейчас можете в комментариях, конечно, настраивать это фут и опять сравнивать все с iPhone. Но давайте будем честными. У Apple сейчас самая универсальная камера. Да, Windows Phone камеры до нее далеко. Но, с другой стороны, обилие настроек позволяет людям, которые действительно умеют фотографировать на большие фотоаппараты, добиваться от Windows Phone действительно хорошей картинки. Примеры фотографий будут в описании под этим видео. What weather today? The forecast for tomorrow shows mostly sunny skies with a high of 34 and a low of 21. Вот. Что хочется вообще сказать в заключении? Я, честно говоря, изначально планировал, что это будет долгий разбор тех приложений, которые есть, как это все работает. Скажу честно, мне лень это делать, просто потому что в сети есть масса примеров того, как это работает. Скажу лишь только одно, что сейчас, в 2015 году, покупать Windows Phone можно только двум категориям людей. Первая категория – это те люди, которые не будут заморачиваться, то есть им не принципиально наличие какой-то суперновой социальной сети или что-то в этом духе. То есть стандартный набор здесь есть. Второе – это те люди, которые хотят хороший быстрый телефон, который при этом будет достаточно стабильно работать и не стоит так дорого, как Android и iOS аналоги. Это факт. Windows Phone все еще дешевле своих аналогов на двух основных платформах, и при этом он предлагает пользователю примерно схожий функционал. Не могу сказать, что мне все здесь нравится. Это вопрос привычки. Возможно, если бы я остался с этим телефоном на более чем месяц, я бы, может быть, даже сказал, что совсем гуд и можно пользоваться. Но на текущий момент конкретно мне совершенно не хватает Google сервисов и адекватной поддержки разработчика видеоигр. Несмотря на то, что телефоны все-таки многими воспринимаются как все-таки смартфоны и рабочий инструмент, нужно понимать, что любая платформа без игрушек на текущий момент – это практически мертвая платформа для очень большого костяка пользователей – тинейджера и дети. К сожалению, именно эта проблема сейчас очень сильная, несмотря на то, что железо как бы позволяет, хотя бы здесь возьмем 800 Snapdragon, 2 гига оперативки, и при этом Asphalt 8 работает хуже, чем на моем Nexus 5 3-х годичной давности. Это странно, и я думаю, что Microsoft нужно что-то с этим делать. В остальном сборка конкретно 930 вообще никаких люфтов, проблем не возникало. Заряжается хорошо и быстро, есть беспроводная зарядка, которую я проверил, она работает очень ок. Касаемо же 530, ну если уж по-честному, друзья, прикольный хороший телефон, но вы должны понимать, экран здесь гораздо хуже, чем у большинства Android-смартфонов этого же ценового сегмента, но, с другой стороны, он предлагает довольно сильную стабильность. Даже если сравнивать подобные аппараты по этим же деньгам, единственное, кто его обгоняет, наверное, это только лишь Moto G, который в Украине, к сожалению, достаточно сложно. В остальном телефону мне понравился, особенно понравилась возможность смены панелек. Это прикольно. В комплекте 735 идет минимум две панели. Одна цветная, которую вы выбираете, и матовая по умолчанию черного цвета. То есть, если вам вдруг надоест цветная жизнь, создается возможность сменить ее на что-то более классическое. Но, опять же, что здесь действительно не понравилось, это отклик экрана. Он нормальный, но временами при наборе свайп-клавиатуры, который, кстати, уже тоже работает на русском языке, я чувствовал некоторые проблемы. Ну и нужно понимать, что в случае с 535 пожалели два момента касаемо экрана. Он не такой яркий и не такой сочный, как Lumia с технологией Clear Black. И второй момент здесь отсутствует алиофобное покрытие. То есть, без пленки им пользоваться или стекла, опять же, поверх. Абсолютное кощунство, несмотря на то, что здесь Gorilla Glass 3, но, опять же, без алиофобки. В сухом остатке могу сказать, что Microsoft на текущий момент делает верные шаги. И я думаю, что если в течение следующего года они перестанут... Я не знаю, что сейчас взорвалось, серьезно, но было бы риск. Я думаю, что если Microsoft будет в течение следующих нескольких лет продвигаться к тому же, тем же успешным уровнем, что и сейчас, то, я думаю, в какой-то момент Microsoft может сдать большой сегмент со своим Windows Phone. Основная проблема сейчас – это игры. Их пока что мало. Во всем остальном платформа вполне себе хороша, как по автономным моментам, так и по камерам. Все там, в принципе, неплохо. На этом все, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что было интересно и вы теперь больше знаете о платформе Windows. За предоставленный телефон отдельно благодарим представительству Microsoft в Украине, а сейчас и Евгению Кицело. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Аэродинамика. 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 Я человек аэродинамика. Давай. Капитан аэродинамика. Ну заевали ты еб***ь. Всем привет, друзья. Меня зовут Ярослав. Вы смотрите портал Geekstarter.net. И это человек аэродинамика у меня. Сегодня мы поговорим о двух почти Nokia. Одна с правой стороны Nokia Lumia 930 – прошлогодний флагман. А с левой стороны вы можете заметить Lumia 535 – это уже Майкрософтский телефон. И под невероятным ветром я постараюсь рассказать вам, почему стоит обратить внимание на телефоны обходной марки Майкрософт и Nokia. И почему возможно в 2015 году у них есть шансы. Поехали. Давай еще раз. Так было грустно. Да, давай еще один дубль. Мне еще раз пробежать? Не, можешь на самом деле, мне не против. Давай, вот ты с этой стороны, я с этой, а Костя в него врежется, блядь. Будет слышно этот ветер? Конечно. Всем привет. Ладно, окей. Всем привет. Меня зовут Ярослав. Вы смотрите портал Geekstarter.net. У меня в руках два Windows фона. Это Lumia 935 и Lumia 535. Сегодня мы поговорим о Windows в 2015 году и постараемся разобраться, есть ли вообще смысл... Есть ли вообще смысл у этих телефонов? Ну, гопать их уже протаивается, если что. Как-то так. И концовку давай путь. Давай. Нарезать двумя кусками или пусть одноцельное будет? Да нет, ты садим, я потом просто нарежу. Резка нормально? Да, чуть левее. Вот. Нет, чуть-чуть правее. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Вот так. Ништяк. Итак, друзья, вот мы посмотрели на два Windows фона, на два, наверное, самых обсуждаемых Windows фона сейчас, самых доступных. Господи, что творится за декадом сейчас? Идиоты! Машина! UPS! Уезжай! Спасибо! Итак, ну посмотрели на два Windows. Идиоты! 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 Открыть! Продолжение следует...